Говоря про бунт родителей, я расскажу про Японию, для того, чтобы заинтриговать. В Японии недавно появился новый выраженный родитель Монска. Это что значит? Значит, приходят какие-то родители и начинают подираться, что то не так, все не так. Учителя вынуждены на это как-то ориентироваться, особенно если это частный формат, как образование и так далее, и значит учителей заставляют как бы, ну ладно, как картинка, во что это превращается? Представьте себе, идет спектакль «Белоснежка и Синдромов», и на сцену выходит 20 белоснежек. Комичная ситуация. Почему? Потому что никакой родитель не хочет, чтобы его дочка играла какую-нибудь злую колдунью. Все хотят, чтобы они играли пилоснежку. И несчастные учителя вынуждены там придумывать суперкориатив какой-то там проявлять, для того, чтобы значит удовлетворить вот это вот желание родителей, отступить от которого они не могут. Почему и появляется такое выражение родитель Монска. Причем традиционное японское общество оно в шоке. То есть об этом газеты пишут, там еще что-то такое проскакивают. Почему в шоке? Потому что восточная традиция подразумевает, что, знаете, учитель эту гуру. Перед ним надо вот. Понимаете? А тут это все сыпется. То есть нет уже вот этого такого почтительного отношения к учителю, а получается вот, что вот какой-то такой дик-так нарастает. И в итоге появляется вот такое одиозное название. Родитель Монстр. Который описывает вот, что начинает твориться. И дальше начинают сгущать краски. Мне трудно сказать, правда или нет. Я не настолько большой знаменитой по Киппонии. Но, когда я участвую в этих разговорах, мне приводят какие-то цифры. И речь идет десяток тысяч людей, которые уволились. И в своем изремлении описывая причину, описывают, что это причина от давления родителей Монска. То есть это начинает превращаться в такую эмоциональную проблему, которая появляется. И когда здесь, в России, я начинаю слушать разговор о том, что назаявает бунт родителей, у меня вот эта японская история, она всплывает. Потому что я начинаю понимать, что эти вещи, это одни закономерности, которые работают в разных странах. Дело в том, что и Россия, и Япония, так же как и Европа, и Штаты, это четыре региона, которые подошли к так называемому постиндустриальному барьеру. И там, в связи с этим, что раньше жили в индустриальной эпохе, все было по одному, а теперь идет переход какой-то другой. Проблемы, с которыми они сталкиваются, они достаточно аналогичны. В частности, во всех этих странах наблюдается деградация школьного образования и недостояния. И родитель это чувствует, что, в общем-то, образование деградирует. И он не знает, как на это реагировать. А поскольку новый стоятип поведения, которое занято в недостоянии в обществе, он подразумевает более самостоятельную личность, которая может вмешаться, начать брать, так сказать, судьбу в свои руки, то у нас, получается, сейчас родители, которые с этим сталкиваются, они либо вообще забирают детей и начинают образовывать их в каких-то других форматах, и появляются на всякие явления типа хомо-скунинг, домашняя школа, условно говоря, альтернативное образование, там частные школы, там еще какие-то, ну, которые, так сказать, не общегосударственные. Вот, то есть родители так решают проблемы. Либо родитель, который не имеет возможности так решать или не имеет соответствующих убеждений, куда надо отдать, начинает вмешиваться в процесс школы, дает бы его контроль, чтобы там качество увеличилось и так далее. А поскольку учитель в это время, одновременно, в связи с той же школьной деградацией, задавленными бюрократическими процедурами, для него это вмешательство вот этих родителей, которые, в общем-то, вмешиваются, не надо их только как монстров рассматривать, они реально беспокоятся за своих детей, видят, что там в школе они все ладно. Вот, и, но для учителя это вмешательство во что превращается? Родитель написал какую-то заяву, она попала к директору, директор говорит, отвечай на это, объяснительно. И несчастный учитель пишет все время какие-то циркуляры, да? То есть всякие объяснительные записки, еще что-то, еще что-то. И они занимаются очень нормальным образовательным учебным процессом. То есть для него вот это вмешательство родителя монстра увеличивает и так невыносимую жизнь, которая там складывается в связи с той деградацией, которая как бы идет. То есть степень, и так этот бюрократ сидит вот на шее и посылает, вот они постоянно какие-то циркуляры, которые надо описывать. А тут еще и эти родители пришли и тоже начинают. И вообще времени нет заниматься, да? И у нас с одной стороны насрывает бунт учителей, как ни странно, которые выражаются в том, что они просто уходят из школы. Но когда они уходят из школы, школы еще больше деградируют, когда семьи учителя начинают уходить. Понимаете? И в итоге родители чувствуют, что все еще хуже стало. Значит, надо еще больше вмешаться. И давление еще больше нарастает. И вот это вот у нас ком одно другое подхлестывает, и в итоге просто рано или поздно будет, ну, нарыв, да? Как-то вот, как это, ну, глумункл какой-нибудь там вскочил, но рано или поздно гнойник, он порвется. И вот этот период и обозначен во многих картах прогнозных, как будут традиции. Это не так, чтобы все там с виллами выбежали. Это значит, в какой-то момент проблема станет настолько ясной, что об этом будет широкое обсуждение там в прессе, там, среди родителей. Начнется массовый какой-то там, то ли забор школы людей, то ли там, ну, вот, начнется какая-то общественная активность, точно такая, высокая, связанная с этим недовольством школы и с тем, что родители понимают, что что-то надо делать. Вот, это может, ну, к разным вещам привести. Это может, конечно, в одних школах формировать большее влияние родительских комитетов, ну, там всяких, которые сейчас формируются в одних школах. Это может подстегнуть развитие альтернативного образования всех этих хомоскулингов, которые я, как бы, тоже, как бы, упомянул, и так далее. То есть, в принципе, само это событие, как бы он назовет, оно будет толчком ко многим другим явлениям, к различным трендам, которые в разных мышах начнут развиваться. Вот, поэтому оно достаточно значимое. То есть, о нем есть смысл говорить. Поехали. Все это может быть? Поехали. Поехали. Продолжение следует...